МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Национальный интерес на телеканале БТБ. Украина включилась в предвыборную кампанию. И мы сейчас множество эфиров посвящаем возможным нарушениям в ходе этого процесса. Наталья Линник, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины у нас в студии. Я вас приветствую. Добрый день! Что вы можете сказать? Как проходит предвыборная агитация? Насколько она в рамках закона? И если есть нарушения, какие вы зафиксировали? Ну, предвыборная агитация отличается действительно на этих выборах от ситуации предыдущих выборов. Однако, в целом, пока она разворачивается, не набрала каких-то критических масштабов в плане нарушений. Какие типичные нарушения и на какие мы, конечно, обращаем внимание, это подкуп избирателей. Он бывает прямой и непрямой. Непрямой подкуп избирателей – это когда кандидаты в депутаты делают какие-нибудь так называемые добрые дела, чинят дороги, вставляют окна в детских садиках или, допустим, финансируют какие-то медицинские, социальные услуги, которые предоставляются избирателям бесплатно. Топ трендов этих выборов – это, конечно же, помощь беженцам с Крыма, с восточных областей и также помощь воинам АТО. Различная помощь. Медицинская помощь, еще другая гуманитарная помощь. Например, финансирование поездок за границу на лечение, финансирование оборудования госпиталей и тому подобное. Ну, насколько это непрямой подкуп или политический пиар, в общем, надо судить в каждом конкретном случае. Это один из стран. А механизмы реальные существуют? Как отделить на самом деле? Человек помогает или он хочет подкупить этим избирателям? Это же очень тонкая грань. Или когда он кандидат в депутаты, он все же в первую очередь подкупает? Да, действительно, в случае непрямого подкупа избирателей, и это относится к разряду экономических преступлений. А что касается прямого подкупа, он достаточно прост. То есть это те случаи, когда раздаются деньги, когда мы видим, когда собираются группы избирателей, организованные кем-либо, и им совершается либо запись списков с дальнейшей раздачей избирателям, собственно, денежных средств, или их вербовка, например, в агитаторы. Эта вербовка осуществляется совершенно официально, по заключению трудового договора, и человек нанимается на работу агитатором с тем, чтобы по результатам его голосования уже обнаружить, так ли он проголосовал как надо заказчику и, соответственно, получил вознаграждение. И это уже действительно криминальное преступление и карается законом. Смотрите, ну вот, предположим, такие случаи, когда человек приходит в какое-то заведение, в школу, предположим, и говорит, я вам там что-то отремонтирую, а пока вот возьмите по коробке конфет. Это является подкупом? Да, это является подкупом. Да, это является подкупом. Ну, хотя есть, конечно, ограничение, оно связано с прожиточными минимумами, насколько я помню, это в районе 30 гривен, то есть если коробка конфет дешевле, то, соответственно, это как подарок расценивается. Если дороже, то уже как подкуп, не прямой подкуп. Появлялась информация, что речь идет об агитационных материалах, об их размещении, якобы они были размещены задолго до, ну, может, не задолго, там, за неделю, говорят, до начала официального старта предыборной кампании. Вы фиксировали такие моменты? Ну, действительно, там есть тонкая грань. Дело в том, что некоторые политические силы размещали, например, свою агитацию таким образом, что не указано прямое название политической силы, но в слогане есть словосочетание с названием политической силы. И, конечно, что юристы политических сил позаботились об этом заранее, то есть это действительно манипуляция электоральным сознанием, да, влияние непосредственно на избирателя, но, как бы, оно, напрямую его доказать юристам сложно, что это именно предвыборная агитация, потому что там не было полного названия партии. Ну, снова же, вот такая манипуляция, она, ну, раз она есть, наверное, нужно как-то квалифицировать это. Как официально это можно квалифицировать? Это нарушение или нет? Или все же допускается по закону? Надо это, если это и нарушение, то это надо доказать в суде, да, поскольку вот оно проведено по такой тонкой грани, я повторюсь, юристы в штабах получают хорошие деньги для того, чтобы проводить агитацию так, настолько незаметно, как бы, с точки зрения закона, юридически обосновано, да, чтобы их партии потом не притягивались по вопросу судебных разбирательств. Но что касается, как можно с этим бороться, то есть можно реально, мы имеем шансы там бороться с этим через суды, или у нас остается единственный шанс вот говорить там в эфирах и на улицах, что это нечестно? Мы, я думаю, скорее всего, будем говорить об этом, что это нечестно, потому что суды затягиваются, и особенно суды по разбирательствам, по избирательному процессу, тем более, что у нас эти выборы достаточно короткий срок проводятся, поэтому все осознают, что действительно, исходя из процедур, судебные решения будут вынесены задолго после выборов, поэтому просто мы говорим, что это нечестно, что это нарушает конкурентную борьбу между, ну, по сравнению с другими партиями, поэтому просто рассказываем об этом избирателям, мы говорим, что если партия себя так ведет, то, соответственно, надо подумать о ее дальнейшей судьбе политической, да, ее честности. Если они сейчас уже обманывают, то, очевидно, будут обманывать и дальше в парламенте, и таким образом повлиять на сознательный выбор избирателя, чтобы они осознавали, если уже партия нечестна на руку, то, соответственно, и дальше не будет честной при работе в парламенте. Насколько масштабы нарушений, они критичны, насколько они могут повлиять на результат голосования избирателей, потому что вот мы часто говорим также об информационной войне, да, мы, по сути, проводим выборы во многих войнах, да, во время многих войн, прямой агрессии Российской Федерации, информационной войны против Украины, энергетической и так далее. Так вот, предположим, агентство ИТРТАС говорит следующее, что якобы комитет избирателей оценивает ситуацию с подкупами избирателей и с нарушениями на текущих, в ходе текущей предвыборной кампании, как такую, что приобретает угрожающие масштабы. И там ссылаются на исполняющие обязанности комитета избирателей Украины господина Тисленко. Я внесу ясность в этот вопрос. Дело в том, что мы действительно проводили пресс-конференцию, и у нас также работает проект «Подкуп-стоп», он называется, да, и он призван к тому, что предназначен для того, чтобы избиратель не велся на провокации и не продавал свой голос. Поэтому мы делаем на подкупе избирателей акцент с целью его недопущения. И очевидно, что слова были вырваны из контекста и преувеличены с целью манипуляции. Почему такая манипуляция происходит? Мы можем легко понять. Россия ведет просто в нас информационную войну, и, соответственно, все факты нарушения какие-либо избирательного законодательства, они раздуваются, особенно в российской и западной прессе, благодаря российским медиа, которые там работают, или площади которых частично выкуплены в западной прессе. И поэтому они раздувают каждый инцидент, который происходит при нарушении агитационной кампании. Мы хотим сказать, что многие политические силы, которые сейчас баллотируются в парламент, подыгрывают этим интересам российским и создают ситуации провокативные, которые дают основания российским ЗМИ делать такие громкие заявления, например, про народную иллюстрацию. Они играют манипулятивно на желание избирателей все-таки наказать ненаказанных представителей, которые идут в парламент. А мы знаем, что в нынешний парламент баллотируется 302 условно старых народных депутатов, которые сейчас есть действующие в седьмом созыве. И поэтому, собственно, и происходят такие действия со стороны российских ЗМИ. Насколько реально может обновиться Верховная Рада в восьмом созыве, как вы считаете? Мы считаем, что... Вы делали по этому поводу исследование, я зрителям просто скажу. Мы сейчас об этом расскажем. Мы основывались на данных социологических опросах СОЦЕСа от 15 сентября и КМИСа от 29 сентября. И проанализировали шесть партий, собственно, о которых я скажу далее. Это наиболее популярные партии? Мы проанализировали только избирательные списки, то есть это 250 депутатов. И, соответственно, в избирательных списках мы увидим 32% старых лиц, то есть депутатов прежних созывов. Не только седьмого, но и всех предыдущих. И 68% новых лиц, сейчас мы об этом расскажем поподробнее, кто такие старые лица, кто такие новые лица, что они себя представляют. Да, давайте нам следующий слайд, вот стареоблэчжа. Итак, старые лица это 8% депутатов, которые голосовали за диктаторские законы от 16 января. Мы все помним, это антиконституционные, античеловеческие законы, которые спровоцировали кровавые события уже на Майдане. Мы также видим, что 21% это коррупционеры, которые были обозначены в соответствии с исследованием, которое проводило движение «Честно». Кто эти коррупционеры? В их исследование, в движение «Честно» вошли депутаты 6-7 созывов. То есть это не все депутаты, к сожалению, не все. Те, которые остались в тени, это депутаты 1-5 созывов, которые, соответственно, тоже совершали определенное правонарушение. Также в соответствии с этими критериями, 1% нарушителей прав человека будет в этом составе. И все остальные депутаты, это 70%. То есть 70% депутатов, которые 1-го и 5-го созыва, а также 6-го и 7-го, которые в соответствии с критериями «Честно» были обозначены как добросовестные депутаты. Которые голосовали сами за себя в парламенте, которые не принимали участия в голосовании каких-либо антиконституционных законов. Так, а вот кто из новых лиц? Кого мы увидим? Из новых лиц мы увидим значительное количество активистов и журналистов. Их 14%. Мы увидим также военных, которые раньше не были трендом. Мы увидим также 6% представителей культуры, медицины, спорта и образования. Мы увидим 24% чиновников, бывших чиновников и чиновников местного самоуправления. Также значительную часть, 30% занимают представители бизнеса, юриспруденции, топ-менеджеры, предприниматели. И, что характерно, 20% другие депутаты. Кто эти другие? Это люди, обозначенные на сайте Центральной избирательной комиссии, как пенсионеры, безработные и другие лица. Мы понимаем, что это не очень хорошо, когда в Верховную Раду идут люди без определенной профессии, без достаточно профессионального уровня. Или люди уже старой формации, которые не могут помочь обновлению этой. А вот, что касается военных, их 6%, как вы относитесь к тому, что часто именно представители армии появляются в избирательных списках? Ну, мы расцениваем это как влияние времени, да? Ну, это хорошо. Есть определенные вызовы. И, конечно, в парламенте сейчас, в состоянии войны или агрессии, да, со стороны другой державы, они просто необходимы. Поскольку они могут помогать в принятии именно военной доктрины новой, обновлении новых законов, которые будут в том числе учитывать наращивание и финансирование на армию. Это сейчас просто очевидно и необходимо, да? И кто-то должен представлять действительные интересы. Тем более, что многие из этих людей заплатили кровью за то, чтобы отстоять нашу землю, да? И, соответственно... Вот здесь, да, здесь нет сомнения, конечно, что эти люди достойны. Но есть мнение, что политические силы могут использовать это в качестве повышения рейтинга и пиара. Конечно. Это, безусловно, элемент повышения рейтинга и пиара. Мы об этом говорили и заранее, что это тренд формирования партийных списков новый. То есть, несмотря на то, что эти выборы проходят по старому закону, по пропорционально-мажоритарной системе, соответственно, тем не менее, у людей, у избирателей был такой запрос на то, чтобы все-таки во власть пришли новые лица, да? И был запрос на героев. И вот герои АТО в избирательных списках действительно партий. Первый пример был у радикальной партии. Они еще заранее начали свою избирательную кампанию. И остальные субъекты избирательного процесса просто увидели, что это работает. Рейтинг этой партии неимоверно вырос. Поэтому другие, соответственно, пропорционально взяли к себе в списке также военных, командиров. Будем переходить дальше к следующему слайду. Прокомментируйте, пожалуйста, там 30% это бизнес, да, юриспруденция. Там где-то, может быть, 15% это чистый бизнес будет. Как вы считаете, эти депутаты, эти кандидаты при прохождении в Раду, они готовы сейчас отказаться от бизнеса своего? Дело в том, что у них есть оговорки, конечно. Конечно, не должен бизнес идти в политику, если мы берем идеальные какие-нибудь отношения, да, идеальный политический строй. Но, знаете, даже иностранные эксперты всегда советовали нам быть приближенными к реалиям. И если сейчас у нас такие реалии, мы просто должны их, ну, как бы зафиксировать, да, и принять их. Что это этап нашего развития. И сейчас вот бизнес тоже идет в политику. С какой целью? Конечно, в первую очередь защитить свои интересы. И это очевидно. Ну, просто на том балансе, который может сформироваться в парламенте, да, то есть их интересы могут уже не так ярко диктоваться. Потому что уже все-таки будут факторы сдерживания. Это и журналисты, и командиры АТО. То есть мы думаем, что все-таки баланс будет сохранен. Я хотела подробнее сказать про анализ старых лиц. Мы хотим сказать, что вот, собственно, в Батькивщине 32% не отвечает критериям честно с точки зрения коррупции. И 68% все-таки это остальные депутаты, это приемлемый процент. В радикальной партии Ляшка, что интересно, не так много нечестных кандидатов или коррупционеров. Их всего два человека, да, из старых лиц. Просто у него в партии мало старых лиц. И поскольку такой противовес 50 на 50. И что мы хотим акцентировать внимание избирателей, что в сильной Украине около 80% в избирательном списке голосовали за законы 16 января. То есть это антиконституционные законы. Поэтому мы просим избирателей сделать свои, соответственно, выводы и принять взвешенное решение. Вот что касается кандидатов с опытом работы народным депутатом в списках партий. Да, собственно, это я и характеризовала только что, что в Батькивщине просто есть коррупционеры. Их 32%. В радикальной партии Ляшка сложилось так, что 50 на 50, но это на самом деле два человека. То есть один человек представляет, так сказать, коррупционеров. Второй также был когда-то депутатом. Ну, это незначительная часть. Мы просто хотим акцентировать, что все-таки в сильной Украине около 80% голосовали за диктаторские законы. Следующий слайд, пожалуйста. Кандидаты без досвиду работы народным депутатом в списках политических партий. Ну и тут мы коротко характеризуем портреты этих новых лиц. Вот они, новые лица у нас. И кто же они в Батькивщине? Это большей частью нынешние или бывшие чиновники и представители местного самоуправления. И также это активисты и журналисты. Тоже около 30%. То есть значительно. У них незначительный процент военных. Я хочу сказать, что самый значительный процент военных в Народном фронте. То есть название соответствует. Там 25% военных среди новых лиц именно. И также значительная их часть представляет чиновников, бывших чиновников, настоящих чиновников и представителей местного самоуправления. Что характерно для радикальной партии Ляшка, что там, помните, я говорила, что есть серая зона так называемая. Очень много инших кандидатов. Это пенсионеры и темчасовые безрубитни. То есть мы должны понимать, что о уровне профессионализма этих людей и зачем они идут в парламент, мы также просим избирателей принять взвешенное решение. Также таких кандидатов, инших пенсионеров и временно безработных, очень много в сильной Украине. И у них же, как мы уже обозначали, 35% людей, которые представляют бизнес, юриспруденцию, топ-менеджеров. То есть тоже надо подумать. Это не профессиональные политики, это люди, которые приходят во власть защищать свои интересы. Также в сильной Украине много бывших чиновников и чиновников местного самоуправления. В блоке Петра Порошенко тоже много бизнеса, около 40%. И представители юриспруденции, и топ-менеджеров. И у них же также около 30% чиновников и представителей местного самоуправления. То есть избирателям необходимо проанализировать это и подумать. Общественные активисты дают очень много информации сейчас. Вот честно выпустила хорошую инфографику, они будут распространять про бывших депутатов, которые сейчас работали в седьмом, в шестом созыве. О том, кто голосовал за законы 16 января. Они же также рассказывают о мажоритарщиках, которые идут по конкретным округам, голосовали за эти законы. Они их разбили на разные области. То есть конкретно о каждой области будет донесена информация до избирателей, кто же у них голосовал уже за законы 16 января. Которые, ну, естественно, избиратель должен сделать вывод о том, что эти люди поддаются на влияние, и они снова могут проголосовать за антиконституционные законы, либо за законы, которые невыгодны нашему государству. И следующая табличка у нас есть, это кандидаты с опытом, без опыта работы народного депутата в партийном списке. Это как бы суммирующая таблица. Мы хотим сказать, что старых лиц больше всего в Батькивщине. Их там 62%. Мы должны подумать, хорошо это или плохо. Мы уже провели предварительный с вами анализ об уровне профессионализма этих людей. Меньше всего старых лиц, больше всего новых в гражданской позиции. И радикальной партии Ирляшка, но, как мы видим из предыдущего нашего анализа, это люди, которые находятся в тени. Это пенсионеры и безработные, насколько они необходимы в парламенте. Также много новых лиц и в сильной Украине. Но мы помним, что там тоже очень много пенсионеров, безработных и представителей бизнеса. Ну, вот в целом у вас как складывается впечатление? Вот такая картина, да. Мы просмотрели и проанализировали довольно-таки глубоко. Ну и с учетом того, что закон о выборах с открытыми списками и тому подобное, это все пока только перспективы. Наверное, мы это увидим уже при избрании Верховного Совета, Верховной Рады, 9-го созыва, даст Бог. Как вы считаете, вот обновится парламент и насколько? Ну, мы сейчас занимаемся прогнозом как раз еще кандидатов по мажоритарным округам и презентуем этот прогноз 7 октября. Мы хотим сказать, что так по предварительным оценкам, где-то на 30-35% в парламенте все-таки будут новые лица. И поскольку там присутствуют журналисты, гражданские активисты и военные, которых взяли для повышения рейтинга, собственно говоря, и партии, и на мажоритарке также идут много и военных, и гражданских активистов, тех, кого не сумели взять в партийные списки. Мы считаем, что эти люди будут не полностью контролируемы, допустим, секретариатом их партий и их фракций. Как же партийная дисциплина? Знаете, журналисты обычно игнорируют партийную дисциплину, как и общественные деятели. Просто они выросли в другой, более конкурентной среде, и поэтому у них и другие ценности, и другие принципы, они более жесткие. И мы надеемся, что благодаря устойчивости этих принципов и верности их позиций, потому что много же из законов, из законопроектов было подано от общественности, от именно журналистов. Собственно, они не могут же предать свои же идеалы, они писали эти законы. Мы считаем, что они их будут дальше отстаивать, несмотря ни на что, в парламенте новом. И, соответственно, у нас будет новое качество и законодательства, и парламентской деятельности вообще. Потому что журналисты и активисты, которые агитировали и говорили о том, что необходимо персонально голосовать в парламенте. И не голосовать за антиконституционные законы, то будет странно их поймать на неперсональном голосовании. Спасибо вам. Спасибо, Наталья Линник, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины. Была в этом счастье в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Спасибо, что смотрите нас. Оставайтесь на БТБ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин